Все же, ты же ничего не боишься вообще? А, ты знаешь, у нас специальный тренинг, да? Борьба со всеми фобиями. Снимается все. Даже страх смерти снимается. Да, в самом деле, главное работать с этим, понимаешь? Работают у нас конкретно, поэтому, что не поделаешь. У нас уже все страхи населения сняты. Страх разориться, страх отсутствия денег, страх одинокой старости, да? И многое другое. То есть, в отличие от закомплексованного Запада, где люди опасаются потерять деньги, свободу, здоровье, в Беларуси, слава богу, люди уже этого почти в большинстве своем лишены. Права какие-то, слушай. Поэтому, знаешь... То есть, чего боятся что-то потерять, чего у тебя и так нету, правильно? Да, нет, а если его нету? Да, это борьба со всеми комплексами, которые есть. Торжество идеи Фрейда. Вот. Остались только небольшие сексуальные комплексы. Но, в принципе, если люди будут бегать голыми, что же многие делают, да. Ну, прям небольшие сексуальные... Есть и большие. Большие. Мы все преодолеем. К Новому году, а к Октябрьским праздникам, к 7 ноября, мы все эти мелкие проблемы, связанные с психологическими комплексами, и не только, мы все это решим. Уже близок этот светлый час, минута и так далее. Ну, привет нашим зрителям и слушателям. Приветствую. Не знаю, где вы нас смотрите, слушаете. Возможно, даже где-то читаете. Может, кто-то делает текстовые выкладки потом с нас. Но меня зовут Альбертыч. Сверху у нас Стефаныч. Значит, что в эфире шоу пикейных жилетов Альбертыч и Стефаныч клевещут. Альбертыч и Стефаныч клевещут. Как здорово, что сегодня мы опять собрались. У нас... Да, кстати, если кто-то переписывает от руки, в общем-то, то, что мы говорим, это не обязательно делать. Обождите пару лет, появятся программы, которые все это будут переводить в текстовый вариант. И потом, спустя много лет, Альбертыч все это сядет. Отредактирует, наберет и издаст в виде нескольких томов. Альбертыч и Стефаныч клевещут. The best of... У нас просто Стефаныч не поспевает за прогрессом. Подобные программы появились уже, дай бог, все лет 7 назад. Если не больше. Так что они есть. Но это все равно... Понимаешь, есть же кайф какой-то от руки что-то записать. Есть кайф что-то запечатать. Знаешь, какие-нибудь женщины уже пенсионного возраста, они работали всю жизнь стенографистками, предположим. И у них руки помнят, и есть желание еще что-то попечатать. Почему вот им не сидеть, не слушать нашу передачу, и, например, не набирать то, что мы говорим. Стыдно могу сознаться в стыдных вещах. Кстати, видишь, я вначале говорил, что белорусы сбавляются от комплексов. Поэтому они будут, как, видимо, скоро протестанты каяться в своих грехах публично. Чем я и занимаюсь, кстати, постоянно во время нашей программы. Покаюсь, что я люблю писать различные художественные, или не совсем художественные произведения исключительно ручкой. Для того, чтобы, ну, естественно, себя примазать каким-нибудь известным людям, недавно я смотрел какой-то документальный фильм. Иван Иванович, извини, я уточню, ручка эта имеется в виду... Шариковая. А не так ты называешь свои маленькие ручки просто, да? Да, ручки у меня маленькие, совершенно. Мне и ручки маленькие, и ручка шариковая. Только шариковая не в плане, что я ее у шарика забрал, да, играла собачка шарик во дворе. Шариковая ручка, потому что их называли, там был шарик в стержне. Когда-то. Да, и сейчас еще когда-то есть. Когда-то, да, и, как говорили, у тебя шарик хорошо там катается. Вот внутри в ручке есть еще очень маленький шарик, совсем маленький. Да, так вот, оказалось, что ручкой не только, в общем-то, писалась «Войда звезд», но и Тарантино, оказывается, пишет все свои сценарии. Это такой создатель американских сказок известный, да, режиссер прекрасный, который создает прекрасные американские народные сказки с рездей, убийствами, насилием, там, безобразиями всякими и так далее. И у него спросили, а что ты вот компьютером не пользуешься, или тебе там какую-нибудь печатную машинку могли бы скинуться в Голливуде, там, в Сан-Франциско отсутствия, ты знаешь, машинок, компьютеров. Он сказал, что ручка для него — это антенна, которая связывает его с Богом. Да, то есть вот каждый раз, когда он берет ручку, это становится антенной, которая связывает его с мировым своего рода подсознанием. Про мировое подсознание сам добавил, так красивее. Поэтому, в общем-то, видишь, тут дело, оказывается, тоже, видишь, в связи. Ты взял какой-то предмет в руку, так, серьезно взял, и ощутил вдохновение? Это вот классно? Это надо, чтобы было? Допустим, да, обрати внимание, кстати, это может быть не ручка, это может быть Конституция. Вот смотри, Трамп взял Конституцию в руки, вернее, руку на нее положил, я ощутил вдохновение. Но у нас, вот в Беларуси в Конституции, это скорее у нас, когда кладут на Конституцию, что-то ощущают вдохновение. Слушай, мы про Трампа, давай мы немножко дальше поговорим, давай мы сразу начнем. Давай дальше, давай дальше, да. Нет, там есть новости важные. Да, да, мы попытаемся все-таки в этом выпуске сейчас, я просто глянул на наши последние выпуски, ну, знаешь, у меня на канале картинки вот так вот, превьюшки, и у нас последние 7 недель Беларусь, 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 и почти на всех этих фотографиях Лукашенко, Лукашенко, Лукашенко. Пускай он идет, надоел он, короче. Нет, нет, ну, знаешь, как кто-то сказал, у кого что болит, тот о том и говорит. Ну, да, болит, болит. Вот, да, поехали дальше. У тебя хорошее сегодня меню было представлено, поэтому давай к меню. Да, началось опять в Нагорном Карабахе, вот, собственно, и продолжаются боевые столкновения, практически уже война между Азербайджаном и Арменией, причем... И фактически война, гибнут люди, тяжелая артиллерия, грады используются и со стороны Азербайджана, грады так точно используют, они, кстати, это демонстрируют по телевидению, более того, еще до начала военных действий появилась съемочная группа турецкого телевидения, которая это все профессионально снимает, и все это можно увидеть. Ну, и, собственно, да, безусловно, армянские вооруженные силы, нужно понять, что есть Нагорно-Карабахская область, да, район, там у них есть как бы свои формирования, и есть еще вооруженные силы Армении, да, вот как страны, и считается, что вот как бы у НКО вот у этого свои силы собственные, да, хотя, безусловно, армяне туда отправляют и технику, и людей, и так далее, и тому подобное. Но вот ты в этом конфликте на чьей стороне? Ты знаешь, я вообще за мир. Ну, это понятно, но это, да, ты сейчас... Ну, нет, смотри, история в чем, да? Стефанович, он не хочет никогда вот это вот... Мы знаем историю, вот сейчас, кто начал конфликт, по твоему мнению? По моему мнению, сейчас конфликт было начинать выгодно, конечно, Азербайджану. Конечно. За долгое время оружие накоплено, были нефтяные деньги, плюс позиция Турции, которая не только поднасолить России, но и, в общем-то, утвердится в этом регионе. Знаешь, меня во всей этой истории, чего вообще напрягло, вот на данный момент, знаешь, что за дело? Ясно война, это плохо, это будут бежать люди, они будут переселяться, у меня вот здесь буквально выглядит в окно, живут армяне, которые в прошлую войну сюда убежали. Кстати, они не стремятся вернуться обратно, там, встать с ружьями, с автоматами в руках, защищать свою родину. Совершенно спокойно здесь занимаются каким-то бизнесом, шахермахером и так далее, тому подобное. Им хорошо, никуда они с РБ не собираются бежать, в митингах никаких протестов не участвуют. Все у них хорошо и чудесно. Меня знаешь, что вообще удивило? Меня удивило следующее. Кстати, их здесь никто не трогает, в отличие от Азербайджана, от России совершенно хорошо к ним относятся. Все очень толерантные, прекрасные, чудесные и так далее. Кстати, вот у тебя висит белый-червоно-белый флаг. Да, вот смотрите, ты за красных или за белых, Леша? А ты за белых, красно-белых. В этом и есть смысл белорусской толерантности, кстати. Да, что меня напрягло, расстроило старика в этой истории? Это обращение так называемых деятелей так называемой псевдо-поп-культуры со стороны армянской, азербайджанской. Я когда увидел, деятели культуры обращаются к жителям Армении, Азербайджана, правительствам и так далее. Я грешным делом, я понимаю, что я законченный романтик, и так нельзя мир видеть. Я подумал, что эти люди, как деятели культуры, все эти деятели стендапов, комик-клабов и так далее, они будут призывать к миру, к диалогу, к пониманию. Оказалось, что эти все заявления и армянских, и азербайджанских деятелей культуры, галустянов там, я не знаю, их там целая масса. Мартиросянов там. Да, там вокалист System of a Down. Кстати, там есть какие-то азербайджанские певцы, которые проживают в Соединенном Королевстве, там, Великобритании и так далее. Они, оказывается, все ровненько призывают к тому, извините за прямой текст, чтобы идти и брать и мочить одни, соответственно, Азербайджан, другие армян. Ни один человек, при том, что они там рассказывают, какие они демократичные, гуманные, бог знает какие, ни один человек не призвал вообще к какому-либо диалогу. Это говорит о многом. О том, что сейчас, к сожалению, эта война или этот конфликт решен не будет. Никто, ни один человек... Почему он может быть решен, когда какая-то одна из сторон победит и начнет геноцид другой, да? Меня это очень смутило. Да, кстати, все эти деятели, они сидят в Москве, в Великобритании. Ребята, не надо писать эти заявления многостраничные. Берите оружие в руки, идите в армию и воюйте. Если вас так это волнует. Вот это подложное геройство, это, конечно, в очередной разу. Стефан сейчас говорит так же, как мне в комментариях пишут, типа, что ты там вякаешь, сидя у себя в США по поводу... Иди, приезжай и выходи дальше на митинги. Вот это вот все. Ну, понимаешь, ты инвалид этого движения. И, так сказать, семейно ты уже потерпел, вот. То есть ты уже отдал долг в виде телена своей семьи. Поэтому ты можешь себе, как говорится, проковырять в своем пиджачке дырочку. Нет, Стефаныч, у нас это не считать. Нам надо... Понимаешь, в нашей стране человек должен сам пострадать. Причем еще он должен это сделать максимально тупо, знаешь, вот как-нибудь так сесть или так, чтобы его покалечили на этих митингах, чтобы это... Его все спрашивали, а зачем ты так это сделал вообще? Так что, не, пока я сам не пострадаю, я не буду еще... Как, знаешь, каждый отсидеть должен, типа, такого. По поводу... Да, у тебя есть, кстати, прекрасная возможность устроить экстремальный вообще митинг протеста где-нибудь в Сан-Франциске с нападением на полицейских, чтобы конкретно отгребсти. Тогда получается, смотри, тебе не надо тратить деньги для поездки в Минск, и как бы за родину ты получишь, отгребешь прямо, по сути, в США. Да, на месте. То есть, смотри, я... Но дело в том, что если я нападу на полицейском, я и депортирую сразу из США, так что это очень быстро произойдет. Ну, не на полицейского, на кого там выгоднее напасть, не знаю, на охранника ресторана, уборщицу там, не знаю. Просто, по крайней мере, нанести вред какому-нибудь, не знаю, хозяйству Сан-Франциско. Нанести вред хозяйству Сан-Франциско и здравому смыслу. Вот это... Да, но снести памятники. Какие там памятники остались в Сан-Франциско, кстати? Кому? Без понятия сейчас. Мы, слушай, дальше еще обсудим. Давай вот дальше Армения-Азербайджан. В этой еще ситуации мне... Ну, опять возмущает Турция в очередной раз. То есть, это просто, знаешь, такое подталкивание в спину Азербайджана. Иди, иди, дай ему в рожу, иди, давай уже, ну, давай. Не пни ему, ударь его в лицо. То есть, турок мало того, что обвиняет в геноциде армян еще времен Первой мировой войны, так они не могут успокоиться. Вот они не могут, ну, просто невозможно остановиться. Эти армян не должно быть. Это как арабы против Израиля, так и почему-то Турция против Армении не может. Я понимаю претензии Азербайджана к Армению. Это понятно хотя бы. Ну, кстати, претензии понятны, но я вот, ну, серьезно. Вот, смотрите, прошло 30 лет. Я обернулся, да, кстати, я обернулся, да. Вот есть такой писатель Тевикелян, был советский. Вот. И там была Тевикеляна прекрасная повесть. Она рассказывала о уничтожении турками армян. Да, это художественное произведение. Я вот обернулся, чтобы его увидеть, и сразу с первого взгляда не увидел. Это очень страшная история, да, когда за приглашение небольшого количества людей там были, в Турецкой армии служили армянские офицеры. Так вышло, что их признали предателями, свалили всякие турецкие военные неудачи до их предательства. Поэтому решили, что ответит весь народ. Почти та же история, что с кырмскими татарами и чеченцами. И отсюда пострадал весь народ. Причем очень жестоко, да, пострадал. Вообще, некоторые говорят, я не знаю, я не в курсе всех этих кавказских историй до конца, честно сказать. Кстати, обратите внимание, как показывают, сколько человек погибло. Да, вообще вот эта кавказская история. У вас 300, тогда мы убили 700. То есть, вообще, вся эта статистика, да, она вообще нереальна. Вот этот кавказ, я вспомнился, кстати, в фильме «Мимино». Помните исторический там Фрунзик Макарчан, спорят с Кикабидзе. Ну, они играют там роли, безусловно, героев своих. Где слаще вода, да, там, в Армении или в Грузии. Вот здесь тоже, да. Нет, подожди, там не так. Там было так, что, вот, Макарчан говорит, я читал статью, что у нас в Телаве вода на втором месте в мире находится. А «Мимино» говорит, а на первом кто? Нет, он говорит, «Мимино» говорит, а на первом что, в Ереване? Он говорит, нет, в Сан-Франциско. Потом они сидят, 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 едут. Какая-то странная глянь, странная совпадение. В Сан-Франциско. Да, да. А потом они сидят некоторое время, и «Мимино» говорит, «А боржом! Думаешь, что говоришь вообще?» То есть, ну, вот. Да, да. Да, это... Поэтому все вот эти сведения... Дело в том, что еще сложно понять, что там на самом деле происходит, потому что все приписывают и с кавказским размахом, говорят, у кого что там больше, сколько сбили, я не знаю, к концу недели. Они уничтожат несколько армий по размерам, как американская и российская. По статистике. И у них будут у всех там стопроцентные доказательства. Но есть, так сказать, кавказский размах, описание своего геройства, а есть реальность. Но реальность такова, что, в общем-то, есть посредники в этом всем деле. Это Франция, Россия. Реальные. Насколько они действенны, к сожалению, не очень действенны в данной ситуации. И здесь, в том числе, из-за коронавируса. Плюс к тому, что раздрай в политической жизни Армении. Был арестован, ты знаешь, неделю назад руководитель одной из крупнейших оппозиционных партий армянских. Далее, Пашинян, он не является выходцем из Карабаха. Вот все предыдущие премьеры президенты армянские, они были выходцами из Карабаха. Вот Пашиняну крайне важно доказать, что он за сохранение Карабаха, и что он в состоянии вообще его оборонять. И тут еще такая вот крупная история, крупная операция, где он должен себя положить на премьер. Это все, конечно, ситуацию осложняет. Тут вообще, вот этот конфликт, я думаю, для многих из советских людей, будем себя так называть, до сих пор он близок. Потому что есть и много армянских знакомых, и знакомых из Азербайджана. Азербайджан, несомненно, причем, кстати, в Беларуси и те, и другие любят пожить. Я, кстати, еще по поводу цифр, я хотел добавить, что интересно, что обе стороны почему-то называют цифры погибших другой стороны, а не свои. То есть они, азербайджанцы говорят, у армян погибло 300 военнослужащих. Армяне говорят, у азербайджанцев погибло 500 военнослужащих. Знаете, как будто они вообще реально в состоянии это вообще в принципе посчитать. И возвращаясь к истории Армении, я хочу просто отметить, наверное, нашим юным зрителям, хоть Армения на карте маленькая страна, это культура с многовековой историей, с тысячелетней историей. Была и Великая Армения, множество армян были императорами Византийской империи. И это очередной пример того, как нация постепенно сдавала позиции, постепенно, постепенно, постепенно. Я думаю, что вторая нация после евреев, которая расселена по миру, это именно армяне. В США, например, огромная диаспора армянская, поэтому я уверен, что, например, США будет Армению поддерживать в этом конфликте. Но это пример, исторический пример того, как нация постепенно делала все время какие-то плохие выборы. И вот сейчас находится как маленькая точка на карте, и ее вот сейчас пытаются стереть окончательно. А другой у меня вопрос вообще к Азербайджану, вот и к азербайджанцам. Я думаю, может, кто-то нас смотрит, вы ответите. Да, я согласен. Альбертович, появилось новое сообщение, вот мы просто онлайн, да? Только что министр иностранных дел Турции Мевлот Чавушоглу, вот как оно, сделал заявление. Нападение на Азербайджан турки назвали равнозначным атаки на Турцию. Пообещали Паку открытую военную помощь. Вот буквально только сейчас. Безусловно, небольшая Армения, да, кстати, напоминаем содержание предыдущих серий, Турция является членом НАТО, да? Вообще-то, да? И вот, кстати, интересная позиция США, как это вот Армению, они будут поддерживать, которая близка весьма России, да? И не поддерживая Турцию, которая является членом блока, да? В который входит как те страны Соединенные Штаты Америки, где есть взаимосвязывающие... Это интересно, действительно. Это очень интересно. Да, и если это будет война на два фронта, по сути, потому что Армения еще и граничит не только с Азербайджаном, но и с Турцией, это очень большая протяженность. И если представить фронт такой длины, то, ну не знаю, это очень серьезный конфликт, конечно. Я тебе с другой стороны могу сказать, что Армения является участником ОДКБ, это тоже оборонительный союз с Россией, в Армении есть российская военная база, и с Россией же был, по-моему, в 2012 или 2014 году подписан договор, по которой Россия обязуется защищать границы Армении. Не Нагорного Карабаха, имейте в виду, потому что Нагорный Карабах официально не входит в Армению, как бы и является непризнанной вообще независимой республикой, но границы Армении. То есть, ну это вопрос вообще-то столкновения тогда России и Турции? Ну, дописали, да, по сути, да. Кстати, турки туда уже 2000 человек быстренько за хорошие деньги, ну как хорошие, на самом деле деньги маленькие, но для людей из Сирии, бойцов, которые получали в Сирии за борьбу с осадом 50-70 долларов в месяц, им предложили 500-700, около 2000 человек, по разным сведениям, 500, так точно, уже отправились воевать в Карабах, да, это сирийцы, которых, собственно, частная компания турецкая наняла, они полностью экипированы, вооружены, и главное, что вообще для любых бойцов у них есть боевой опыт, многолетний, они очень давно воюют. Когда человек очень давно воюет, условия там весьма похожи, ландшафт, территория и так далее, вот они уже с военными песнями вроде туда отправились. То есть, конфликт этот разрастается. Поэтому, ну, безрадостные такие вот новости, к сожалению. Я хотел наших азербайджанских зрителей спросить. Вот Азербайджан, предположим, он побеждает, захватывает Карабах обратно. То есть, вы что, все-таки устраивается геноцид Армении? То есть, вот зачем, в чем идея, то есть, я понимаю, что Карабах, исконно азербайджанские земли, это все окей, но сейчас, сейчас в Нагорном Карабахе живут одни армяне. Раньше там было до этого всего конфликта что-то 20% вроде, понятно, что их азербайджанцы выгнали оттуда, я все понимаю. Но вот сейчас, зачем сейчас вам это? То есть, это только для уничтожения людей, которые там находятся, чтобы выгнать их оттуда? То есть, это такая гордость до сих пор, чтобы это обратно вернуть? Это есть восстановление. Я понимаю, что они ответят, они скажут, нам нужно восстанавливать целостность страны, целостность территорий. Более того, люди на Кавказе, они лезут в бутылку, они очень обидчивы, невероятно, да? Более того, советские люди, постсоветские, это уже не проблема кавказских людей, а это вообще проблема общая постсоветских людей. Они не склонны к компромиссам, это вообще люди бескомпромиссные. Вот ты смотри, это похожая история на Крым. Что мешало украинцам и русским? Я в свое время на какую-то конференцию даже написал какой-то этот самый, но это даже не рассматривали. Идея какая была? Совместного использования Крыма, чтобы это была территория вообще под специальной юрисдикцией, чтобы ее могли использовать и русские, и украинцы, чтобы ей могли совместно управлять, чтобы вообще убрать проблему этого конфликта. Чего это стоило? Да ничего вообще, да в самом деле. Не было бы санкции над Крымом, это бы была территория демилитаризованная, там бы не было никаких военных баз, все бы могли туда приезжать, наслаждаться, радоваться и так далее. Мне кажется, подожди, мне кажется... Оговорить бюджет, да, и многие другие вещи это все у вас будет. Мне кажется, Крым без военных баз все-таки не очень возможно, это очень стратегически важное место. Можно было насчет паритета военных баз договориться, как это и было, и украинских, и российских, и так далее. Но все равно остается желание, да, русским пиндюрить в кусок вообще земли каменной, да, совершенно там лишенной многих вещей. Но при этом типа там можно отдыхать огромные деньги с бюджета, которые русские могли на другие вещи потратить, да. Но для них это вообще вопрос чести. То же самая история с Азербайджаном. По большому счету Карабах это очень плодородная земля, где есть очень хорошее вино, и, насколько я понимаю, там коньяк и так далее. Может быть, там еще есть какие-то ценности помимо этого. Но стоит ли это таких усилий, средств для захвата этой территории? Но другое дело, это еще как бы мнение другой стороны. Может быть, армяне не соглашались как бы категорически на создание специальной какой-то там республики под юрисдикцией Азербайджана. Там было сколько, с 91-92 года, там шли переговоры под эгидой ОБСЕ. Вот, там кочек такой, поляк, да, занимался этими вопросами. Вообще, кстати, это назывались Минский процесс. Они как бы, на самом деле, офис их в Тбилиси находится. Вот, кочека, кстати, я не вижу. Это человек, который должен был вести эти, курировать эти переговоры. То ли он в Тбилиси, видимо, был праздник молодого вина. И вот до сих пор там ищут по, так сказать, различным заведениям. Вообще, где этот человек или эта организация, которая должна вообще заниматься, собственно, вот этими рабочими вопросами? Это тоже очень большой вопрос. Мне кажется, действительно, вот здесь должна Россия выходить вперёд. И, по-хорошему, вот этот конфликт действительно в юрисдикции России, ну, во многом России и, возможно, ещё и Турции. То есть, вот если бы Путин смог решить вот этот конфликт, это действительно была бы премия мира Нобелевская, на которой его опять, в очередной, я не знаю, за что его выдвинули. И вместо этого Россия всё это время продавала оружие и армянам, и азербайджанцам. Ну, точнее, наверное, азербайджанцам продавала, а армянам в долг давала. И, ну, как ощущение, скорее, что это ковыряние раны специально, чтобы она не заживала, и можно было лекарства продавать больному. Вот опять, ну, мне опять скажут, наверное, в комментариях, опять во всём виновата Россия. Я говорю, конечно, нет, нет, но в тот случай, где она могла действительно выйти, как старшим братом выступить. Смотри, тут Турция действует таким же образом, как действует Россия. Вот смотри, Россия сделала на территории Украины Новороссию, да, так называемый проект. А почему, не знаю, там, Нова Турцию не могут сделать на территории Карабаха? Всё то же самое. То есть, как бы научились, что можно действовать вопреки законам международным, силовыми методами и так далее. Вот, собственно, они и действуют. А тянется всё это, будем честны, с Косово, по-хорошему. То есть, Косово это стало таким прецедентом, благодаря которому... Тот же правильно, да. Когда, собственно, американцы сказали, а мы можем тоже по-своему, да, вот взять людям... Оно всё и пошло. Вся система-то разлазится, да, там, в разные стороны. Совершенно. Поэтому нужно переходить к новостям. Следующим. Всё это прискорбно. Да. Ну, мы забыли про коронавирус, а тем временем буквально на днях миллион смертей перевалило. То есть, официально подтверждённых именно смертей от коронавируса на всей планете больше миллиона. Я думаю, что, конечно, их больше, это только те, которые реально подтверждены, и, в общем-то, никуда от нас коронавирус не уходит. Вот вы можете видеть график, я сейчас вам показываю. Вот это количество новых случаев. Отобратите внимание, видите, чтобы количество новых случаев уменьшалось за всё это время? Почему-то нет. Почему-то нет. Ну, и количество смертей. Первый пик, вот второй пик. Ну, и по странам лидирует США, но меня очень волнует Индия, особенно Бразилия. В Бразилии это просто какой-то трындец по сравнению, ну, если посчитать на количество населения, то, понятно, зная, какая там медицина. Ну, и Россия в топ-4 входит до сих пор. И как бы... Да, сегодня сообщили русские, это официальное сведение, что до 90% мест в больницах для больных коронавирусов в отделениях они полны. Сегодня мне сообщили о смерти. Причиной, в том числе, которой стал коронавирус хорошего моего знакомого человека, который много помогал, очень хорошего инженера. Всё это прискорбно. Продолжают умирать люди. Международные организации очень общо и глупо разглагольствуют о том, что принимаются какие-то меры. Как известно, потрачены или куда-то делись миллиарды долларов на создание вакцин. Причём они представлены были каким-то очень интересным компаниям без конкурса. Вот просто взялись компании, которые получили эти деньги и в тумане вместе с этими бабками куда-то исчезли. Более-менее реально хорошая-то, плохая вакцина там у русских. Бог с ним. Но она хотя бы есть. Её можно вколоть, её можно показать. Хоть они там, не знаю, хоть что там находится на самом деле. Вот у других нет даже этого. Подожди, это какое-то странное отношение. Я бы себе эту вакцину не колол, например. Ну, знаешь, мало ли что есть. Ну, это типа ты... Дай бог, если там только, знаешь, сахар с водичкой или что-то. Физраствор. Дай бог, если это физраствор. Тогда ладно. А так мы реально не знаем, что там. В 90-е люди кололи себе такое, что я тут даже не буду как бы... И что, что в 90-е люди себе кололи? А в доисторические времена люди ходили в шкурах и с дубинкой жрали сырое мясо. Правильно, я предлагаю ходить всем. Скоро мы будем, кстати, ходить в шкурах. Я тоже, кстати, предлагаю. В шкурах с дубинками и колоться гадостью разными. Ты знаешь, я вот это сказал про шкуры. Я чувствую, что во мне что-то глубинное такое всколыхнулось и захотелось пойти, найти себе шкуру какую-то. У тебя жарко? Кстати, можешь шкуру лёгкую? Или тунику, знаешь, завернуться в простыню. И ходить, как, знаешь, такой кришнаит. Вот, барабан взять, пить и... Это мне напомнило, как мы в Крыму один раз поехали дикарями отдыхать. Как всегда, случайно выбрали место, где мы поставили палатку на пляже нудистов. Естественно, на пляже нудистов никогда почему-то женщин не бывает. Там сплошные голые мужики ходят. Там мы отдохнули. И вот сейчас в этом году, я, по-моему, рассказывал в нашем выпуске, что на свой день рождения тоже поехали тут на пляж. И опять, блин, пляж нудистов. И опять ходят такие мужики голые почему-то. Что за фигня такая? Это не фигня. Понимаешь, если тебя во сне и в жизни преследуют голые мужики-нудисты... Это знак. Ну да, то это знак о несвершившейся некой ориентации, да. То есть это... Подумай. Сходи к психоаналитику. За три года тебя... Ты полежишь, заплатишь немного тысяч долларов, и психоаналитик в итоге тебе скажет, почему тебя преследуют мужики в простынях, голые причем. Слушай, Стефаныч, по мне не видно, конечно, но я думаю. Вот периодически... Не всегда, не всегда, но периодически я думаю. Не, по тебе, конечно, по тебе, да, по тебе не скажешь, но ты сказал, заявил, сделал смелое заявление, что ты думаешь, да. Да, кстати, тут невероятный фейк, что Александр Григорьевич и Лукашенко выдвинули на Нобелевскую премию. Это озвучило первый государственный белорусский ОНТ-канал, Телеграм, что он выдвинут. Кстати, я выдвигать считаю, что нужно всех. Вы знаете, и Путин, и Трамп, Александр Григорьевич. Причем дать не одну премию в этом году, а три-четыре премии. Потому что... премии мира именно. Потому что, смотрите, вы знаете, что сам Нобел изобрел там тротил, динамит, короче, взрывчатку, от которой погибли там тысячи и тысячи людей. И это очень, кстати, прикольно, что человек... От его имени раздавали деньги, которые, в общем-то, заработаны на крови, да. И это все такая, знаете ли, премия мира, да. Но это уже был трэш изначально, какой-то помойная вообще премия, да. Но вот тогда сейчас, наконец, вот эта премия, в общем-то, Нобелевская, она достигла своего... А давай учредим свою, собственно, премию и так и назовем, помойная премия. И вот будем выручать ее вообще... Ну, из помойки это само собой. То есть, мы просто будем проводить церемонию рядом с любой из помоек, и знать, что под руку попадается. А вручать будем абсолютно левым... Ну, левым, сейчас, знаешь, про коммунистов подумают. Как это сказать-то людям, которые никакого отношения к самому вручению вообще не имеют. Там, знаешь, премию мира вручаем, не знаю, садисту-маньяку. Премию в области биологии вручаем ученику третьего класса, не буду называть имя и фамилии, чтобы вы не нашли, и так далее. М? Как идея? Смотри, идея помойная премия. Ну, смотри, во-первых, скажу сразу, ты затронул какие-то вот незыблемые святые ценности, потому что у меня в мусорке, которая рядом с домом, скажу тебе честно, ну, мало того, что там люди все с фонами, да, с крутыми лазят. Извини, я думал, ты сейчас скажешь, у меня в мусорке рядом с домом незыблемые вечные ценности находятся. Да, да. Сейчас в Беларуси да, скорее всего, да. Я не знаю, с четырех часов утра вот здесь конкретно во дворе у людей расписано. Вообще туда человек, который хочет там, может быть, хотел бы что-то там найти, он не подойдет. Вот, подъезжают люди на машинах, это совершенно серьезно, и они роются в этих мусорках. То есть, далее, люди, один раз я видел, действительно, сцену, остановилось такси, Uber, оттуда вышел чувак, и он стал рыться в мусорке. Я не знаю, чего вот конкретно вот в мусорках ближайших выбрасывают, но туда ощущение выбрасывают, как минимум, или деньги, или какие-то очень ценные вещи. Причем каждый выносит ведрами туда, высыпает. То есть, смотри, белорусы-то не американцы, да, это жлобское общество потребления, которые выбрасывают явно какие-то ненужные вещи, да, какие-то там, ну, вообще уже там испорченные продукты какие-то отработаны и так далее. Ощущение, что белорусы туда выбрасывают просто, ну, не знаю, совершенно новые хорошие товары, которых хватает на покупку таких, ну, не самых новых, но нормальных каких-то машин, телефонов и так далее. То есть, меня поражает вообще вот эта иерархия тех людей, которые шарят в этих мусорках, да, вот в том микрорайоне, где я проживаю. Поэтому, видимо, придется, кстати, премию искать в США, там, в Сан-Франциско, в Голливуде, где действительно скаридные американцы выбрасывают какие-то вещи, которыми действительно может шокировать. Белорусы выбрасывают просто, не знаю, бабки просто берут и высыпают. Ты очень хорошо подвел к следующей новости про скаридных американцев. Ну, и наша постоянная рубрика «Этот Дональд Трамп». «Нью-Йорк Таймс» раскрыла данные из налоговых деклараций Дональда Трампа. Выяснилось, что он 10 лет не платил подоходный налог. Газета утверждает, что изучила информацию о налогах Трампа и сотни его компаний за 20 лет. Когда Трамп стал президентом в 2016 году, он заплатил 750 долларов подоходного налога. И столько же в 2017 году. Не 750 тысяч, если вы думаете, что вы ослышались. Я неправильно прочитал. 750 долларов. Я больше заплатил налога, понимаете, сидя здесь. Понимаешь, как сказать о тебе? У богатых свои причуды. Понимаешь, второе. Известно, это совершенно честно, что в Соединенных Штатах Америки вся налоговая система, как и в других странах, построена на том, чтобы самые богатые люди вообще ни хрена не платили налогом. Это совершенно серьезно. То есть она сделана именно таким образом. Не, подожди. Я могу в защиту сказать, что вы понимаете, что одно дело просто сам частный человек платит налог, а другое дело его компании, которым он владеет, платят налог. Это разные вещи. И, как ты говоришь, богатые люди, чтобы не платили. В Америке немножко это как бы по-другому. То есть ты создаешь компанию, он создает какой-то продукт и так далее, и так далее, и так далее. Идет. И это идет из компаний, которые ты создаешь. Но все равно, чтобы Дональд Трамп не имел дохода, с которого он платит 750 долларов, и как объяснили компания Трампа, как она объяснила, он вообще не платил подоходный налог в течение 10 из предыдущих 15 лет, в основном потому, что сообщал, что терял гораздо больше денег, чем зарабатывал. Причем терял, указал места, где он терял на Манхэттене, то чист кошелек, то карточку потеряет, то еще что. Он вообще такой человек, склонный к потере вещей в общественных местах. Кстати, та же история в Европе. Как оказалось, крупнейшие спортсмены, исполнители поп-музыки, в общем-то, переводили свои бабки ровненько в офшоры. Даже Бориса Беккера, известного теннисиста, за это судили. Что говорить о США? Как известно, компания Apple, в основном она, собственно, в офшоры свои деньги уводит, а платит вот эти синие воротнички, обычные средние мелкие американцы, которые содержат всю эту систему. Кстати, это одна из причин, почему Трамп и другой эстеблишмент американский совершенно на дыху не переваривает левые идеи, анархистские, коммунистические и так далее. Потому что представители вообще анархистских, коммунистических идей очень честно всегда пытались донести простую идею для широких масс американского народа населения, что они просто оттягловое быдло, которое несет на себе вообще вот это время, да, оплаты налогов. А американские миллионеры и миллиардеры типа Трампа, они вообще плевать на них хотели, вот они сколько там вот, 970 долларов, да, заплатил. Мог бы этого не платить, причем, обрати внимание, в чем прелесть американской демократии и судебной системы, что, ну, вначале, конечно, Трампу сказали, ты знаешь, он сказал, что это фейкин, фейкин, фейк, да, какое-нибудь такое он любит очень. Слово фейк. Фейк ньюс. Нет, ну, я бы сказал, это суперфейк, да, вот и так далее. Далее, я уверен просто, что адвокатская команда Трампа его отмажет, подаст в суды и вообще платить он этих налогов не будет. Он не собирается просто этого делать. Кстати, помнишь, он раскапывал какую-то историю с Байденом, да, с его сыном когда-то. Вот это почти очень похожая история с компаниями, которые там занимались темными, нехорошими сделками на Украине, связано все это было с коррупцией. То есть, вот здесь интересно, что в американской политической системе вот просвета нет на самом деле. Тут не то, что вот как бы Трамп говнюку не платил бабки, не платил налоги, а на самом деле Байдену не отличается. Я объясню разницу, почему для Америки более как бы страшен Трамп в этом плане, ну, то есть, почему он более негативно к этому, чем Байден. Ну, будем считать, что это все правда, да, предположим, потому что Байден – это коррупционер, грубо говоря, который там берет деньги за то, что-то сделать, а Трамп пытается обмануть саму систему налоговую. Это намного, намного... Молодец. Сидит Стефаныч, молодец. Он всегда этим занимался. Ну, смотри. Так вот, поэтому его и присоединили. То есть, это основа экономики США, бизнеса и прочего. То есть, на этом, собственно, и строится вот американская мечта. А коррупционер – это, знаешь, такое, ну, да, его тоже надо арестовать, но Трамп в этом понимании для американцев получается более… Если это правда, еще раз повторю. Он же утверждает… Смотрите, просто тут надо понимать, что Трамп говорит, что это фейк-ньюс, и на самом деле он платит налоги. По словам Трампа, его налоговые декларации находятся в стадии проверки, и он ждет ее итогов, чтобы затем обнародовать эти документы. Так вот, он это делает и обещает обнародовать свои налоговые декларации с 2014 года. И, естественно, он их не обнародует, никогда не покажет. И поэтому он не хочет, например, с президентского поставка и потому, что его явно будут судить за все, что он там делал и прочее. Но я еще эту новость хотел вставить для того, чтобы рассказать еще и про скаридных белорусов некоторых, которые зарабатывают деньги, пытаются на своих рядом людей, которые находятся. Помните, в прошлом выпуске у нас в конце была композиция как раз Стефаныча со стихами его вместе с Настой Лободой, да, правильно? Правильно? Лободой, Лободой, да. Так вот, как только вышел этот выпуск, YouTube мне прислал сообщение о том, что у вас в видео находятся права, защищенные авторским правом, и за этот выпуск деньги будут получать... Знаете, кто? Не буду показывать пальцем тот, кто надо мной находится. Вот, я очень всегда говорил, кстати, обратив внимание, о чем, что надо... Это была такая группа Чамба-Вамба, да, известная, анархистская. У них, кстати, есть пару просто умопомрачительных хитов. Сейчас они играют какой-то фольклор ирландский такой полуакуистический, а вообще они играли с мисс диска и с панком, да, такая английская группа. Вот они когда-то заключились в крупной кампании, то ли Коламбия, то ли Соди, неважно, контракт, да, и все анархисты сказали, ну, слушайте, вы продались, обнагрели, они сказали, да, да, систему, да, ее минусы и возможности использовать себе для того, чтобы рекламировать свою идеологию и использовать слабость этой системы. Вот вам хороший пример, да, как скаленные белорусы, да, это, причем, обрати внимание, вот оплата, не оплата Трампом, это преступление, согласен со мной в США, правильно? Ну, да. А не оплата в Белоруссии, вот у нас сейчас везде идут призывы не платить дологи, это борьба. Понимаешь, две больших разницы. Понимаешь, как вообще общественность воспринимает. Американцы, как бы, строят, или они как бы серьезно относятся к своему государству, да, они считают, что они являются частью этого государства, и они должны платить на общее благо эти самые налоги, да, которые, естественно, платят только вот эта прослойка среднего и мелкого, да. Понимаешь, Стефаныч и зрители остальные, это, знаете, это вот, Стефаныч говорит, общие слова, они считают, должны платить на благо. Дело не в этом, а в том, что в Белоруссии ты вообще не видишь, куда налоги идут, тебе не объясняют, тебе специально не объясняют. А в США каждый цент расписан, куда это идет. Тебе, блин, даже на бензоколонке, например, написано, вот от стоимости этого бензина столько-то туда, столько-то туда, столько-то туда. Например, в Калифорнии один из самых дорогих бензинов в США, да, он самый дорогой, по-моему, потому что там, по-моему, 40% стоимости идет налогом в штат. То есть ты платишь за бензин, и 40%, грубо говоря, это сразу налог идет. Это все расписано, и я это все знаю. Окей, да, смотри, а вот компания Chevron, или где ты там покупаешь Shell, ты знаешь, куда идут их налоги? Как распределяются их налоги? Если я захочу это узнать, я это узнаю в США. Я просто... Я просто-таки не уверен в том, что ты узнаешь, и кто-то от тебя, вообще к этой информации, к реальной, существующей, допустим. Потому что есть мелкие быватели... Это вопрос веры, значит. Только вопрос веры. Это только вопрос... Согласен. Так вот, Трамп, он всегда изначально ни во что не верил. Он верил только в себя, и у него было только одно желание вообще себя реализовать, как супермена, там, суперчеловека, уберменша и так далее. Он это сделал. Причем он всегда приступал, еще в своей юности, всякие мысливые и немысливые моральные вообще границы, которые существуют. Я всегда привожу примеры. Там масса есть примеров, что он вытворял. Но подарить своего адвокату, который вообще тебя сделал как человека, и который вел себя в круг элиты нью-йоркской, подарить ему поддельные драгоценности больному раком человека, и когда его там сожитель решил это продать, чтобы оказать медицинскую помощь, ему сказали, что стоимость этому 7 долларов. Вот это для меня всегда вот это верх цинизма. Я вот этого никогда не пойму, и морали вообще такого человека. Лучше ничего не дарить. Там купить за 5 долларов хот-дог, да, в Нью-Йорке, принести ему там в кровать, съест, но он есть не будет, обляпается там, ну, выкинуть. Но это будет какая-то реальная вещь. Но вот такой фейк, да, по отношению к смертельно больному человеку, это и доказанный исторический факт из биографии Трампа. Вот такого я не пойму никогда. Поэтому каких-то там 973 долларов, да хорошо, что хоть это отдал. Но он мог там Петрыкин какой дать, остальное там адвокаты бы там описали, а остальное обрабатывали бы у декларации до 2025 года или 30-го, когда это уже, собственно, никому уже не надо были эти декларации. Поэтому все очень логично, очень хорошо. Другое, мне интересно продолжение этой истории, вообще чем это закончится. Но я думаю, ничем это для Трампа не закончится. К сожалению, к радости. Но это может закончиться, только если он выборы проиграет. Проиграет! Давай к следующему. Ты как знатный анархист-индивидуалист, интересно, как это дело прокомментируешь. Активисты из Миннеаполиса превратили пустой отель в коммуну для бездомных, где нет полиции. Многие были в восторге от эксперимента, но продлился он недолго. Тут вот большая статья, описывающая там один из городов, где вот всякие эти протесты проходили. Миннеаполис, это столица Миннесоты. А, так что? Миннеаполис, собственно, там и убили этого Джорджа Флойда, если я ничего не путаю. Да, как раз там и убили. Ну и вот, было отель-гостиница Шератон, и так как там рядом как раз проходили все эти протесты, перестали постояльцы туда приходить, и к владельцу Шератона обратились 150 волонтеров, среди которых были в частности сторонники демократического социализма и участники католического рабочего движения. Католическое рабочее движение. Вообще, звучит очень круто. Круто. Обратились, чтобы превратить гостиничный ресторан в буфет с бесплатной едой и напитками. А потом постепенно они собрали деньги на сайте GoFundMe, 100 тысяч долларов, и заплатили владельцу этого отеля, чтобы он вообще открыл двери для всех, кому требуется жилье. К пятому дню про убежище в Шератоне написали многие американские средства массовой информации, то есть пожертвований стало еще больше, там, в виде еды, медикаментов и других вещей, то есть это все не было проблем. Но начались проблемы с другой стороны. Было непонятно, сколько людей в итоге поселилось. На первом этаже нашли пули, в лобби на парковке появились вооруженные наркодилеры, ходили слухи о проституции и насилии. Волонтер Кортни Кирнетт стала свидетелем передозировки через полчаса после того, как впервые попала в убежище. Когда она решила вызвать скорую, никто даже не мог назвать ей адрес этого отеля. К 7 июня, это происходило несколько месяцев назад, к 7 июня волонтеры ужесточили правила в Шератоне, они перестали держать открытыми двери отеля всю ночь, как это было раньше, и пускали людей внутрь до 10 часов вечера. И тут начинаются конфликты внутри самих волонтеров. Грубо говоря, получается, вы начинаете устанавливать правила. То есть, если вы там запираете, кого-то не пускаете, соответственно, это уже совсем не то, что вы думали. И в итоге, да, все это закончилось, закрыли убежище, потому что там начинались пожары в некоторых номерах, передозировки, убийства произошли. Значит, как итог. Ультраправые издания отреагировали на закрытие убежища с насмешкой. Дальше цитата. Ультралевые бунтовщики и бездомные сквоттеры разгромили Шератон в Миннеаполисе, например. Многие активисты, которые участвовали во всем этом, были разочарованы, но некоторые создатели убежища сохранили оптимизм. Например, вот цитата от медсестры Розмари Фистер, которая была одним из волонтеров. Я не считаю, что это был провал. Мы попробовали. Что-то работало, что-то нет. Но за 10 дней вы не получите идеальную картинку жизни без полиции. Или дальше вы думаете, что было бы лучше, если бы эти люди провели 10 дней на улице? То есть это все произошло за 10 дней, грубо говоря. Ну вот как ощущения? Ощущения, я рассказываю. Значит, любое явление надо рассматривать частями. Часть первая. В Соединенных Штатах Америки существовало и существует сейчас тысячи общин, которые делали от хиппи, дупанков, анархистов, веганов, которые совершенно нормально существуют на частых территориях, где совершенно четкий хороший порядок, совершенно нормальные отношения. Далее, как так получилось, что в самой богатой стране мира находятся тысячи бездомных? Далее, откуда берутся наркотики? Кто стоит, кто крышует? Не полиция ли? Не правительство Соединенных Штатов Америки? Не ЦРУ, которое доставляло эти наркотики на территорию США для того, чтобы получать нелегальные деньги? Что описано в десятках тысячах исследований, то, что доказано судами? Почему получилось с этим? Вы знаете, ситуация следующая. Безусловно, нет ничего идеального. Плюс к этому ситуация вышла из-под контроля по той самой причине, что есть криминал, есть анархисты, есть коммунисты и есть люди, которые хотят это компрометировать. Безусловно, одеться в какие-то лохмоти и прийти, сказать, что я анархист, хочу здесь жить и устроить пару поджогов, какую-нибудь националисту или фашисту подонку. Все это можно организовать за час, за два. Поэтому здесь требуется очень серьезное расследование. В США есть чудный город под названием Детройт, который существует по этим порядкам очень долгое время, уже десятки лет. Там происходит вообще полный беспредел. Там вообще нет никакой невласти. Там повальная наркомания. Там совершенно можно легко на улицах купить наркотики. Там есть дома, где нет воды. Там не работает канализация и так далее. И об этом вообще американцы и американские власти не пишут практически ничего. А вот по этому же принципу, как этот отель, существует целый город в Соединенных Штатах Америки. Ну, крайне важно вообще картинка показать, насколько люди анархисты или представители каких-либо движений, протестных, они не правы. Это то же, что, собственно, и в Беларуси. Ничего не поделаешь. Всякие бывают эксперименты. А на самом деле то, что в США такое количество людей, которым негде поспать и нет ночлежек, что люди вынуждены идти на такое. Это прискорбно, конечно. Я с тобой согласен. Что самая богатая страна, где люди не получают ни медицинской помощи, ни крыши над головой, это, конечно, очень плохо. И Трамп для того, чтобы решить эти проблемы, в отличие от Обамы, не сделал ничего, даже не сделал гримасы, что он хочет решить эти вопросы. Ну, я еще добавлю к тому, что говорил Стефаныч. Почему я против коммунизма, всегда я вообще против коммун, потому что эта идея классная. И идея классная, когда действительно люди хотят ее воплощать. Для меня как раз Советский Союз показал, что если начинается... То есть она в некотором смысле начинает разлагать кое-кого, кто не хочет, в общем-то, ничего делать, не работать. И это начинает распространяться, как вот такой рак. То есть это та ситуация, когда есть возможность ничего не делать. И эти... Давайте паразитами назовем тогда этих людей. Начинают разлагать все общество во многом. И это... Вот меня вот это пугает. То есть это, в моем представлении, коммунизм утопия. Поэтому я не могу следовать. А капитализм не самый лучший вариант, но он хотя бы в моем представлении, то, что я вижу, он работает и заставляет кого-то что-то делать и создавать, и придумывать. В общем, вот так. А так я, да, со Стефановичем соглашусь, что это могли и дискредитировать люди действительно. Ну и так же и могли просто приходить просто подонки туда, понимаете. Не с целью дискредитации, а просто потому, что это свободное общество. Знаете, это... Я много, когда какие-то вещи создавал и приходили просто люди, просто чтобы обосрать это. И все. Я два раза жил в таких общинах. Это рок-н-рай, это в Бремени. Но там люди, когда туда приходили люди продавать траву, да, какие-то наркодилеры, у них строго было. Это такой дом, да, это община, это не сквот, это они как бы платили за нее. Вот они скидывались бабками и платили. Там жили панки, веганы, всякие творческие люди. Это в центре Бремена. Я не знаю, существует она или нет. Но они как бы сразу сказали, что тут не место для наркодилеров и тех людей, которые хотят беспределом заниматься. И как бы уже все знали, туда, собственно, не резли. Второй вариант, это один из артхаузов, да, в центре Берлина. Вот там как бы вышло из-под контроля, потому что, смотрите, наркодилеры, они зарабатывают очень много денег. И они склонны к тому, чтобы отжимать свои пространства для того, чтобы заниматься своим вот этим бизнесом страшно. И они постепенно с помощью своих подручных, они отжимали вот эти пространства. И эти пространства, эти места начинают обычно приобретать очень плохую репутацию, да. Но это зависит ни в коем случае не от организаторов этого места, да, лидеров или идей, а от тех людей, которые хотят заниматься нелегальным бизнесом, да, и которых вовремя, вот в отличие от бременской истории, не поставили на место. А здесь нужна воля и четкое вообще понимание, что этим людям не место. Им должны сразу об этом говорить. И как только ситуация начинает расплываться, это начинается, как правило, с легких наркотиков, потом переходит на любые другие, это плохо заканчивается. Поэтому любое самоуправление, оно должно четко иметь сразу свои какие-то тоже правила, причем базовые правила. Не унижение человека, а вот то, что касается в особенности, касается наркотиков различных. Да, и главное, откуда они берутся. Потому что, конечно, в любом обществе за этим стоит коррупция, власть, полиция, спецслужбы, которые, конечно, без их участия никто крупные партии никуда не доставит. Это совершенно понятно. Как помнишь, я присылал тебе историю про доставки кокаина, известные, да, прямо самолетами через министерство, там, официальное совершенно российское... Иностранных дел, да. Ну да, естественно, иностранных дел шли потоки, да, там, этого кокаина и так далее. Безусловно, никакие наркокурьеры какими-то мелкими дозами такое количество не перевезли, как люди, обладающие возможностью депочты, да, скажем, или спокойно пересекать границы без контроля, как это делают, допустим, военные самолеты, самолеты спецслужб и так далее. Вот. Об этом писали, об этом очень много говорили, а в США в частности, как с Никарагуа, Латинской Америки, в свое время из Вьетнама просто доставлялись огромные партии наркотиков. Все это делалось под эгидой ЦРУ для того, чтобы для спецопераций иметь совершенно необлагаемые налогом левые деньги, да, для контрастов, для каких-то других там наемных убийц и так далее. Это известная история. Здесь главное всегда, чтобы люди были здоровы и чтобы по возможности огородить людей от такого пагубного влияния, но когда за этим стоят миллиардные, миллионные прибыли, об этом говорить, к сожалению, не приходится. Про, сейчас немножко про памятники поговорим. Да. Сначала весенних протестов США в США после начала весенних протестов снесли как минимум 33 памятника Колумбу. Господи, в чем вообще виноват Колумб? Не, он во многом, конечно, виноват, но я вообще не понимаю, почему... Зачем сносить памятники? Я вот вообще вот просто действительно как... Понимаешь, вот это, знаешь, в жизни по поводу Колумба одна ошибка влечет за собой много других ошибок. Вот ты помнишь, Колумб вообще он хотел найти путь в Индию, да, как известно. Попал он в эти Соединенные Штаты Америки, прости господи, знаешь, мог в другое какое-то хорошее место попасть, попал куда он попал, да, случайно. Лучше бы приплыл в Индию, взял бы там пряности, не знаю, там, хороших тканей, толкнул их на испанском, итальянском рынке, заработал бабки и так далее. По одной из версий, я не знаю, там у нас есть специальные историки, вообще Колумб хотел эти деньги, знаешь, на чего заработать? Для того, чтобы начать новые крестовые походы и отвоевать Иерусалим. Вот. Получается, денег он не заработал, открыл никому не нужную, совершенно ужасную, кошмарную Америку, вот. И гроб господину тоже нет воевал. Короче, облом какой-то сплошной. Плюс к этому еще после его смерти снесли его памятники. Это какая-то вообще череда каких-то вообще накладок, непоняток и так далее. Просто я поясню, если кто не понимает, почему сносят памятники Колумбу, считается, что прибытие Колумба в Америку послужило началом века колонизации, геноцида, рабства и расового угнетения. До этого не было, ничего такого не было, а вот как Колумб приехал в Америку, сразу началось. Несомненно виноват тварь такая. Ну, понимаешь, дело в том, что Колумб это такой символ, ведь, обрати внимание, это вообще человек из Италии, который приехал в Испанию, который там оказывался в каких-то страшных историях, чуть-чуть не в рабство, он там бежал. Это целый боевик, да, вообще история с Колумбом, которому дали деньги, это же не его деньги, да, ему дали эту экспедицию, в итоге он там приплыли туда, привез не то или привез что-то странное. Ну, короче, история, я говорю, совершенно невероятная, да, безусловно, в этой истории должен быть кто-то крайний, да, вот почему все произошло. Здесь оказался в этой истории, и обратим внимание, Колумба вообще образ, долгое время американская пропаганда культивировала. Вот она культивировала, помнишь, там был еще Америга Веспуччи, да, какой-нибудь, или еще кто-нибудь, да, вот они бы брали и культивировали его. Не Колумба, а вот Америга Веспуччи, даже герои, да, не ставили памятники, да, Колумбу, а вот ставили кому-то другому, вот снесли бы кому-то другому. Да, слушай, какая разница, кому ставить памятники, господи, я вообще, то есть, почему сносили памятники Ленину, зачем? Я понимаю, но люди, понимаешь, на мой взгляд, они борются не с самим Колумбом, с идеей, не с его лично, а с идеей, а ее, как бы, не сотворяет Колумба. Это несомненно, но это, 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 просто, я понимаю, что, вот мы возмущены, надо на чем-то выместить, но это в некотором смысле, как борьба с ветряной мельницей, то есть, снеся памятник Колумбу, это никак не повлияет на рабство и на угнетение и так далее, и так далее. Конечно, конечно. Зато это повлияет на будущее поколение, которые не будут видеть Колумба, не будут спрашивать. Нет, это повлияет. Слушай, он остался в учебниках, он остался в учебниках, везде он остается. А потом выморуют еще из учебников, вот я считаю, вот смотри, в Беларуси, я просто, знаете, нам Колумб не особо близок, нам, наверное, близок Ленин, потому что по всей Беларуси куча памятников Ленину. И вот там, когда я смотрел, что в Украине сносили Ленина, когда там произошел этот Майдан, я, ну, серьезно, ну вот как Ленин связан с вашим Майданом? Типа, вот он создал Советский Союз и из-за этого у вас все проблемы начались. С ней там связаны, они Голодомор и многие другие вещи. Я хочу тебе сказать, что есть просто люди, символы. Правильно, да, вот смотри, так вот смотрите. А зачем Хусейду сносили памятник в Ираке? Что после этого изменилось? Когда при жизни ставят, это совершенно другое, по-моему, это вот снесли самого человека, и его памятники убирают. Это не совсем понятно. А вот здесь, я уверен, что в Беларуси новое поколение, вообще без понятия, какой Ленин, и эти хотя бы памятники будут напоминать, то есть, там ребенок говорит, а кто это? Ленин. А что он сделал? И вот ему родители рассказывают, причем с точки зрения родителя, например, как это все происходило. И в той же Украине, вот Ленин, он сделал в Украине вот то-то, то-то, голодомор произошел, например. А почему памятник? Памятник это не в чьи... Вот для меня всегда памятник, это не для того, чтобы вот как это возвысить этого человека, а как память того, что происходило. Поэтому называется памятник, блин, для того, чтобы человечество помнило, ну или там народ помнил, почему вот этот человек, что он сделает, для чего это стоит. Чтобы возникали хотя бы какие-то вопросы. А когда вы все спросите, когда вы все убираете, и нет вопросов, и никто ни хера не знает, и все ходят тупыми. Альберт, ты понимаешь, когда помнишь памятников Колумбу, как Ленину, понимаешь, это тоже... Какое-то количество этих памятников, я более чем у меня досталось. Я не видел ни одного в США памятника Колумбу. Просто не видел. Вот вы как раз можете как бы скинуться и поставить у себя, собственно, в том городе, где ты живешь, отдельные, собственно, памятники, памятник Колумбу. Либо купить, ты знаешь, известный грузинский архитектор, в общем-то, делал памятник Колумбу. Его не взяли, не забрали ни в США, ни в Испании. Он там немножко его подработал и поставил где? В Москве, да? Теперь все этим уростом возмущаются и так далее. Испоганил, собственно, вид Москвы. У него можно заказать еще один небольшой, поменьше. И, в общем-то, все будут рады. Вид у этого памятника будет такой, что все представители, так сказать, протестующих американских будут бояться к нему подойти. Он делает настолько ужасающие статуи, да, их вид просто настолько внушает страх и отвращение, что его будут все обходить стороной. Вот этот памятник точно продержится и все будут и Колумба помнить, и детям показывать, и еще, собственно, копейку можно заработать, будут приезжать туристы. Как помнишь, Остап Ибрагимович Бендер продавал провал, да, билеты. Когда у него спросили, а зачем вы взимаете деньги для провала, он сказал, чтобы не слишком провалился. Вот. Поэтому, знаешь, можно еще, так сказать, и по американской народной традиции развернуть бизнес, последний памятник Колумбу. Все представители республиканской партии с шариками в майках Америк, сделаем Америку великой, приедут автобусами, и ты будешь стоять им по доллар пятьдесят, как американцы любят, да, на всякие благотворительные цели, да, там, ходить по домам, собирать вот эти деньги, американцы любят их жертвовать. И ты можешь там, кто сколько может, пожалуйста, ожидаем высоточку, десяточку. За день можно, почти ничего не делая, как Астамб Ибрагимович Бендер, заработать вполне нормальную сумму. Вот такая бизнес-идея, стартап своего рода. Замечательно, открывай, собирай деньги и начинай бизнес. Закончим сегодняшний выпуск еще одной дебильной новостью, имху. Google уберет изображение австралийской горы, Улуру из сервиса Street View, потому что аборигены считают гору священной. Совершенно правильно. Никаких гор, никаких гор, а фотографии вообще создателей самого сервиса. На самом деле, это та же история, когда длительное время унижали, оскорбляли, убивали этих аборигенов несчастных. Их вид всегда у меня сострадание вызывает. Плюс известная фашистская история, когда силы адаптировали детей аборигенов, их просто забирали в белые семьи. При этом никто не привез никаких, в общем-то, до сих пор нормальных извинений за этот фашизм. Это происходило в Австралии, делали это белые люди. Я уж не говорю про все территории испоганенные, которые просто там добывают различные полезные ископаемые, бросают это все испогали на половину этой земли, на которой проживают эти аборигены. Попросили аборигены убрать гору, убрали изображение с гугла, поставили Фудияму или какую-нибудь другую гору подходящую, Арарат, допустим, с рекламой коньяка. Я бы поставил Арарат, звездочки. Это было бы хорошо для всех, приятные ассоциации алкогольные. Все бегут покупать прекрасные бренди, которые столь любил английский премьер и получать удовольствие от этого прекрасного алкогольного напитка. Чего, кстати, всем сегодня вечером или с утра желаю. Хорошая, видимо... Нет, я как бы со Стефановичем не согласен абсолютно. Какого хрена какие-то... Почему вообще к достояниям всего человечества кто-то может ограничивать какой-то доступ? Вот объясни мне. Это меня возмутило, на самом деле, когда я первый раз ездил к этому Великому... Великий каньон называется, да? Грэн Кэннион. Ну, вот этот американский там. Подъезд. Там территория каким-то индейцам принадлежит, какому-то индейскому племени. Не знаю, Шашонов, Машонов, не знаю, как их там звали. И они, естественно, плату берут за то, чтобы просто подъехать к каньону и посмотреть на него. Ну, это со стороны Лас-Вегаса. Кто ездил, это не совсем самый такой известный вид, но тем не менее. Вот какого хрена вот я хочу как житель планеты увидеть чудо природы? Оно... В Неву его даже создавали. Какого хрена вы берете плату за то, чтобы к нему пойти? Потому что это наши земли. Типа... А мне захочется посмотреть спальню в Белом доме, где спит Трамп. А это не чудо природы, извини. Это созданное человеком. А кем оно созданное? Трампом? Это то же самое. Человеком создано. Это принадлежит государству. Ты же как бы поборник собственности. Это принадлежит какой-то группе населения. А если я захочу пойти... Великий каньон принадлежит группе населения? Конечно! Это просто территория, которая находится в их владении. Слушай, а можно я приду в сад какой-нибудь? Или приду на... Захочу посмотреть, как Трамп играет там, допустим, в гольф. Посмотреть его в гольф-площадке. Это что, Трамп... То же самое. Чудеса природы, которые... Созданы природой. обрати внимание... Это все должно кому-то принадлежать, по-твоему. По американской логике, да. Всего должен быть свой владелец. Почему одно... Почему, допустим... При этом, обрати внимание, если тебя индейцы взяли, несчастные, да, которых там веками их там почти всех уничтожили, взяли у тебя там 7 долларов на проживание, там, на свою жизнь или просто... Просто чтобы подъехать к каньону. Чтобы... Отлично! Чтобы подъехать к каньону. На их проживание, да? На их... На свое собственное, на жизнь. То есть места в США, куда даже, как бы ты заплатил, сколько бы ты не заплатил, туда просто не попадешь. Потому что это частная собственность. Есть, допустим, территории парки, да, где водятся животные. Но это частая территория. Если туда пойдешь, ты просто получишь задницу пулю в США. Потому что это частное владение. А в Беларуси, сколько бы ты не заплатил за свою квартиру, в нее могут попасть люди и достать тебя из нее. Тоже кайф. Вот, собственно, у нас сталкиваются две системы. Вот вы выбирайте, в какой вам приятнее жить из этих двух. Получайте удовольствие. Да, в США, если ты признан террористом или террористическая опасность, то там ребята тоже приедут, вынесут двери и скажут, что ты в организации... Это постоянно происходит в США, да. А еще лучше... Знаете, что происходит, когда к тебе врываются в дом кто-то и ты его убиваешь? То тебя оправдывают, представляете? Потому что ворвались к тебе в дом. Особенно если спецназ проводит операцию, да, если ты преступник или ты должен денег не доходить. А спецназ в форме и понятно, что это спецназ, а не какие-то люди в балаклавах без опознавательных слагов тебя волокут в эту маршрутку. В США спецназ без формы. Он работает в черной одежде, для того, особенно если он работает ночью. А особенно если он еще и черный сам по себе, так вообще нельзя к нему приближаться, потому что... Да, да, его не видно, понимаешь. Да, в темноте не видно просто. Особенно если ты торгуешь наркотиками или тебя просто обвинили. Вот, кстати, на медне в США там же была история, когда люди сидели в квартире, ворвались, пристрелили пару человек прямо в квартире, женщину, которая спала. Да, и теперь люди против этого протестуют. Вот просто так. Их пригласили туда, да, пригласили на вечеринку полицейских, поэтому они зашли, несколько человек там пристрелили в квартире, баловались, развлекались. Вот и все. То есть, ты знаешь, все, все, всего стоит. Любая система. И теперь весь город идут протесты. Туда вводят полицию, да, там, национальную гвардию, которая разгоняет. вводят. А еще есть страны, где пропадают 100 человек, и никого за это не судят, и даже не ищут этих людей. Тоже бывает. А бывают протесты, когда убивают. Смотри, кто-то возмущается, и с этим будут разбираться, и будут судить этих полицейских. Вот разная совершенно. Совершенная система, вот там, США сегодня несколько человек убито, да, в одном городе. Вот. В Беларуси, слава богу, сегодня пока в США как бы в плюсе по жертвам, потому что у нас, в общем-то, пока, слава богу, вот именно в открытую на улицах полицейские с пистолетов не расстреливают. Бьют больно, арестовывают совершенно незаконно, совершенно незаконно репрессируют, до расстреливания. как это в открытую не расстреливают, если... Или ты имеешь в виду, что не резиновыми пулями? А как же там чувак, который напуган... Боевыми. Боевыми пулями, как в США, у нас не расстреливают. Боевыми пулями. Березиновая пуля, это вопрос везения. от этих пульсов все равно погибают. Бывает, бывает. Слушай, можно погибнуть, если по голове тубареткой ударить. Это вопрос везения. Куда попадешь? К сожалению, любое насилие, почему я, кстати, против насилия любого, возвращаясь к началу программы, я всегда выступаю против насилия, потому что насилие влечет за собой смерть, нездоровье и всякие плохие, в общем-то, последствия. Поэтому будем выступать против любых форм насилия во всех странах. Да, ну вот прямо сейчас пришла новость, что Минобороны Армении сообщило, что истребитель F-16 Турции сбил армянский самолет Су-25. К сожалению, происходит эскалация, да, эскалация конфликта, и тут это очень плохо, И глава службы внешней разведки России Сергей Нарышкин заявил, что США используют самые нечистоплотные методы для раскачивания ситуации в Белоруссии. Ну, поэтому, видимо, один из этих методов я, правда, я промылся сегодня, поэтому, наверное, чистоплотный метод скорее. Ты переходишь уже в разряд чистоплотных методов, вот, надо бриться, мыться, и ты видишь, тогда Нарышкин скажет, что Старий использует чистоплотные методы, но нечистые, нечистые, но чистоплотные, но чистоплотные, поэтому это другой разряд, переходишь в более лучший, вот. Спасибо. это хорошо. Спасибо, что нас смотрите, спасибо, что комментируете, сейчас несколько ваших комментариев зачитаю, которые, ну, максимально, с максимальными наездами, как вы понимаете, мы только такие любим зачитывать. Ну, вот, например, пишут, что пятиминутку жесткого реализма от Стефаныча надо вводить в каждый выпуск, ну, ты сегодня тоже, вроде, тут какого-то реализма надал, надавал. Да, чуть-чуть, чуть-чуть соц реализм, да. Потом пишут, что спасибо, что дали возможность пропускать темы, по которым Стефаныча заносит. Ты как-то держись, а не заносись, что-то. Нет, а, это смысл, это смысл, понимаешь, вот смотри, получится обычный попсовый блог, который, смотри, в интернете вообще там миллионы, тысячи, где сидят люди какие-то, да, причем, кстати, я могу испугать, они получают за это деньги, да, отечество плотных, видно там, или американцев, или русских, и вот они сидят, читают какую-то ленту, да, обращаются, допустим, к эмигранту, да, к известному музыкальному критику, который шесть лет не живет в России, и говорят ему прокомментировать какие-то вещи, в которых он вообще не в теме шесть лет, он говорит, вы знаете, я не в теме, я не могу комментировать, и начинает какую-то там ахинею нести полную детскую, ему говорят, ой, спасибо, вы охрененный эксперт, и, ну, и так далее, да, то есть, вот мы далеки от этого, да, мы молодые, радикальные, уверенно, нагло, идем вперед, со своей вообще некоммерческой, детской, развлекательной программой, которая вообще далека от истеблишмента и от всяких навязанных искусственных мнений. Да, именно так. Как же Леху бомбить, что в Беларуси не случится Украина 2014 с развалом, потерей и продажей всего? Всего, вы знаете, давайте, все готовы в любой момент продать все, но всего уже нету, понимаете, вот, все куда-то делать, все уже развалено до нас, украдено, да, и Леха все это разваленное, разбомбленное, сломанное, он все вывез с США, продал в виде металлолома, вот, на ближайшем где-то таком, не знаю, разваре каком-то, свалке, получил за это небольшое количество долларов, поэтому Родину он давно по частям уже продал, поэтому... Леха не расскажет про инаугурацию Дуды, на которой также не было иностранных послов и было в десятки раз меньше людей, чем на инаугурации Лукашенко, ведь это демократическая Европа, это другое. Ребята, мы всего лишь сейчас, вот сейчас мы вообще уже перевалили, переквалифицировались, да, слава богу, перевалили, перекурили, давайте постепенно мы будем выходить... Заканчивать, да. Да, заканчивать на общий человеческий сет. Инаугурация Дуды тоже хреновая, тоже фашизм в Польше, в Венгрии, фашизм везде, фашизм поднимает голову, ребята, везде жопа. Вы довольны теперь? Рады? Вот на этой оптимистической ночи заканчиваем. Да, поэтому мы ждем только бесплатного шенгена, но это такая, знаешь, мысль из ряда раздачи конфет бесплатной на детских утренниках, на улицах, вот, кормление насильного тортами повсеместно и так далее. То, чего никогда не будет. Ну что, хорошего вам вечера. Бывайте здоровы. Дня или ночи. Да, бывайте здоровы, живите богато. Если не богато, обращайтесь за обломками, собственно, Кальберт еще поможет. Альберточ и Стефаныч клевещут. Ха-ха-ха.